Она сейчас набирается, будет жёстко. Из кранов жителей домов на пересечении машиностроителей и Папанина течёт ржавая вода. А вдоль улицы уже неделю стоит пар. Парит теплотрасса. Дело в том, что трассу нашу эту сделали новая была. И вот так безобразно сделали. И каждый год, у нас не только первый раз, каждый год вот такая картинка. Мучаемся с горячей водой всю зиму. Идёт или синяя, или вот понимаете, вот запах такой, что невозможно мыться. Зашёлся шов между двумя трубами. Пока выясняли подробности, обнаружили ещё два незначительных повреждения. Жители говорят, все местные о неполадках знают не меньше месяца. И уже обратились во все инстанции. Но в ремонте отказали. В холодный период такие работы не проводят. Дефект был незначительный. Когда идёт отопительный сезон, мы не можем перекрывать. И при низких температурах. Если мы прекратим подачу тепла при низких температурах в домах, есть такая вероятность, что можем заморозить дома. То есть, стояки проморозить, и это действительно будет большая проблема. Хотели отложить ремонт и дождаться потепления. Но не пронесло. В результате без воды и отопления остались 200 жилых домов, 16 детских садов, 6 школ и областная больница. Все социальные объекты специалисты обещают обеспечить теплом с помощью обратной системы подачи. Службы готовы и сильного перепада температур ярославцы не почувствуют. У нас плановые отключения, которые подготовлены. Материалы уже все на месте. Все люди подготовлены. Нами две недели назад произведена была тренировка для устранения данной аварии. То есть, мы уже полностью подготовлены. На данный момент ресурсоснабжающая организация делает все возможное. Завершить ремонтные работы и вернуть ярославцам воду и отопление обещают уже сегодня, к 8 часам вечера. Полина Ганичева, Олег Лушников. День в событиях. Продолжение следует...